Всем привет, ребята! Я нахожусь сейчас в Ханчжоу. Меня очень спонтанно сюда отправили, так как у меня на сегодня как раз таки назначена работа здесь. Уже 24 утра, 6 утра, если быть точнее, у меня будет самолет в Шэньчжэнь. Итак, мне уже сделали макияж и прическу. Мне очень нравятся эти леснушки. У меня закончилась работа. Мне сделали непонятно, что с моими волосами, но ладно. Это лак. Выглядит так, как будто они грязные, но неважно. Мне, в принципе, нравится макияж. Мне нравятся очень эти леснушки. Это довольно мило выглядит. Мы снимали каталог зимней одежды и очень вовремя. Сегодня как раз под плюс 30. Да, это, конечно, супер. В сумме у нас получилось около 15 луков. Я сначала считала, но потом я сбилась со счетов. И вообще потом находилась в какой-то прострации, потому что жара. Невозможно было стоять в этих пальто. Мне кажется, я уже к концу съемки была где-то не здесь. Сейчас я иду уже домой. Мне до дома отсюда идти где-то полчаса. Я решила пройтись пешочком, потому что, ну, я все-таки не особо сильно устала. Прогуляться, в принципе, можно, я думаю. Буду собирать сейчас чемодан, потому что у меня самолет в полседьмого утра. И отдохнем, наверное, немного. Я уже пришла домой с мылом из яш, который мне делали на съемке. Сходила в душ и заказала себе покушать. Заказала какой-то салат. Честно говоря, я думала, что это будет курица. Но, ладно, мне было просто очень лень переводить. И я что-то там потыкала. И, в общем, вот. Когда пришла домой, пришла домой я часов пять. Я не могла сразу себе заказать поесть, потому что у меня закончились покеты. Я ждала, пока мне их скинут. Ждала часов до семи. В итоге мне пришлось напомнить о себе, что они все-таки их скинули. И, наконец-то, я могу поесть. Я счастлива. Вы не представляете, какой стресс я сейчас испытала. Я подъезжаю к аэропорту. Понимаю, что паспорт у меня, в принципе, лежит в сумке. Мне за ним никуда не надо лезть. Он у меня рядышком. Понимаю, что у меня также была папка с документами и с деньгами. Сознаю, что этой папки в сумке у меня нет. Значит, она должна быть в чемодане. Я просто, как сумасшедшая, вылетаю из этого такси. Прям не заходя в здание. Открываю чемодан. Просто чуть ли не на проходе. Начинаю перерывать весь чемодан. В одном отсеке я не нахожу эту папку. У меня просто дичайшая паника, потому что я понимаю, что если я поеду домой, если я все-таки забыла эту папку дома, то я, вероятно, опоздала бы. Но, к счастью, я нашла эту папку. Мне не пришлось возвращаться в аппарты. Боже. Это жесть. Я уже заселилась в аппарты. Успела сходить также в агентство. Она находится в нашем здании, в котором мы живем. Только на восьмом этаже. Меня очень мило встретили. Сейчас, наверное, немного отдохну и пойду прогуляюсь, изучаю местность, наш райончик. Смотрю, какие здесь есть интересные места. И вот. В общем, планы такие на сегодня. Пока что. Мне сказали, что у меня кастинг, и я сейчас как раз направляюсь туда. Я еду на кастинг с директором своего агентства. Что, кстати, странно, потому что никогда такого не было за все время, пока я здесь. И мне даже интересно, зачем директор моего агентства ехать со мной. Ну ладно. Вообще, я думала, что у меня сегодня будет такой chill day. Немножко отдохну от перелета, от бессонной ночи. Может быть, даже посплю. Думала я, пока мне не написали, что у меня кастинг. Я забежала в Starbucks здесь уже везде, буквально, почти на каждом шагу я вижу напоминание о Хэллоуин. Потому что скоро Хэллоуин. Хотя, кстати, интересный факт. В Китае они не празднуют Хэллоуин вообще. Но, видимо, это как в России у них получается. То есть у нас не принято считать это как праздник, но есть всякие вечеринки и что-то подобное. Я уже дома, я съездила на кастинг вместе с еще двумя девочками из моего агентства. Луки были довольно минималистичные, я бы сказала. Нас просили делать очень расслабленные позы, закрытые такие, ну максимально, в общем, соответствующие этим аутфитам. Вот так вот. Я до сих пор не поспала. Я не сплю уже почти сутки. Меня очень любят спать. Точнее, ну сейчас вот, когда я говорю, когда я что-то делаю, в принципе, нормально. Но когда я ехала на кастинг и с кастинга до дома, меня вырубало прям очень сильно. Так что я думаю, я сегодня лягу пораньше. И надеюсь, завтра встану пораньше и восстановлю свой режим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не отвяжешься, да? Нет. Боюсь, тебя ждет разочарование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет. Мы едем в Буанчжоу. У нас там три кастинга. И я надеюсь, у меня останутся хорошие впечатления от этого города. Потому что у Бажаны вот они не самые приятные, конечно. Ну ладно. Были дни, когда были достаточно хорошие поездки в Буанчжоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень зависит от места, куда мы поедем, где будут кастинги проходить, для каких-то брендов. Да. Сегодня, кстати, у нас кастинг один из трех для Шейн. И было бы классно, на самом деле, его взять. Потому что интересно даже поработать с Шейн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пришли на последний кастинг. Посмотрите, как здесь красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, у нас уже закончились кастинги. Мы сейчас едем на вокзал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА